Сегодня разговор по телефону это настолько заурядное дело, что им трудно кого-то удивить. А ведь телефон люди изобрели совсем недавно, всего полтора века назад, а до этого они писали друг другу письма. Первый телефон изобрел в 1860 году немецкий учитель географии Филипп Рейс. Слова в этом телефоне искажались почти до неузнаваемости, но он все-таки работал. Телефон, которым уже можно было пользоваться, запатентовал в 1876 году американец Грэхэм Белл, а первая телефонная сеть была создана в 1881 году в Берлине, она соединяла 48 абонентов. Важнейшими компонентами телефона являются микрофон и динамик. Микрофон преобразует звуковые колебания в электрические, а динамик, он же громкоговоритель, вновь превращает электрические колебания в звуковые. Большая часть динамиков устроена примерно одинаково. Снаружи мы видим конический диффузор с центральным колпачком, прикрепленный к краевому подвесу. Подадим на динамик переменный ток с частотой 3 Гц. Движения диффузора хорошо видны, правда звук на этих частотах мы не слышим. А теперь поднимем частоту до 100 Гц, диффузор ударяет по окружающему воздуху 100 раз в секунду и мы слышим звук. Что же приводит диффузор в движение? Если диффузор удалить, под ним обнаружится бумажная трубочка, закрепленная на гофрированной шайбе. Шайба сделана из ткани и пропитана лаком, а провода уходят внутрь под шайбу. Удалив шайбу, извлечем трубочку из динамика. На нее намотано несколько витков провода, по которому может течь электрический ток. Эта катушка вставляется в зазор между двумя полюсами магнита сердечником и кольцом. Магнитное поле направлено поперек зазора. Когда ток течет по виткам катушки в одну сторону, под действием магнитного поля катушка с током втягивается в зазор. А когда ток течет в другую сторону, катушка выталкивается из зазора. Если подать на катушку переменный ток, она будет ходить то вверх, то вниз. В отличие от динамиков, микрофоны имеют много разных конструкций, не похожих одна на другую. Но все они предназначены для преобразования звуковых колебаний в электрические. Простейший микрофон получается из динамика. Он так и называется – динамический микрофон. Если с помощью внешней силы заставить катушку из провода колебаться в магнитном поле, в ее витках будет наводиться переменное электрическое напряжение. подключим динамик к датчику напряжения и скажем в него что-нибудь. Раз, два, три. Мы записали звуковую дорожку, на которую можно посмотреть под увеличением. Эти колебания электрического напряжения соответствуют звуковым колебаниям нашего голоса. Теперь возьмем два динамика и соединим их проводами. У нас получился электрический телефон, очень похожий на тот, который придумал Александр Белл. Поговорим в один динамик, из другого будет слышен голос. Правда, этот голос звучит очень тихо, и переговариваться по такому телефону можно лишь на расстоянии в несколько десятков метров, пока потери энергии в проводах не слишком велики. Для улучшения связи в такую цепь надо встраивать усилитель, который за счет внешнего источника энергии будет увеличивать громкость динамика.